А главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Умышленное убийство или теракт. Дать точную квалификацию вчерашнему взрыву в правительственном квартале в ГПУ обещают в понедельник. Как рассказал генпрокурор Юрий Луценко, криминалисты сейчас работают со взрывным устройством и после их экспертизы обещают огласить свои выводы. Глава ГПУ также рассказал некоторые детали произошедшего. Сейчас все зависит от некоторых юридических моментов. До понедельника будет правильная квалификация. В любом случае это еще раз свидетельствует о необходимости безопасности в столице воюющей страны. Как известно, вчера в результате взрыва в центре Киева пострадали родственники героя Украины офицера Валерия Чебенеева. А сегодня президент Украины наградил бойца Нацгвардии Сергея Добровольского медалью за спасенную жизнь. Именно он первым оказал медицинскую помощь пострадавшим. Вместе со служивцами Добровольский как раз возвращался в пункт постоянной дислокации батальона, когда произошло ЧП. А по другому столичному происшествию накануне Дня независимости есть определенный результат. Сегодня Печерский райсуд арестовал на два месяца подозреваемого убийства иностранца. Напомню, 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину. Полиция объявила план перехват и задержала подозреваемого. Сведений о нем немного, как о его соучастниках. Вот что сообщили в столичной прокуратуре. Человек временно проживает в городе Киеве, гражданин Украины. Наразі он не współпрацюет с следствием. Під час судового заседания надав свою версию подій, которые произошли. Однако воно полностью спростовуется показами свидетелей данного убийства, а также записами в видеокамер спосереджения. Сведомотивов и других людей, которые могут быть причетны за это злочином, все проводятся следственные действия. На месте подій перебивало все, принадлежно, двое человек. Впрочем, как и прежде, имен подозреваемого и убитого силовики не сообщают. В СМИ накануне появилась информация, что погибший выходец из Узбекистана, а ныне гражданин Израиля, проживал в Иерусалиме. Его застрелили в центре Киева в канун Дня независимости, в то время, когда тысячи силовиков были выведены для обеспечения безопасности в городе. В Днепре супруги подозреваемые пытались сбежать из-под конвоя в суде. Жителей Мариуполя обвиняют в мошенничестве. В Днепр их привезли, чтобы избрать меру пресечения. В истории разбирались наши корреспонденты. В Бабушкинском райсуде Днепра избирали меры пресечения Эльмири и Владиславу Правде. Мужа и жену обвиняются в участии в мошенничестве. По версии следствия, они входили в преступную группу, которая под предлогом страхования будущего кредита выманила у людей 6 миллионов гривен. Подозреваемые Эльмири определили два месяца содержания под стражей с залогом в миллион гривен. После вынесения решения, женщина попросилась выйти в туалет и там выпрыгнула из окна. Спасло то, что она упала на пристройку. У Эльмира повреждение позвонка поясничного и перелом наружной лодыжки. Состояние стабильное, средняя степень тяжести, находится под наблюдением, получать медикаментозную терапию. Эльмира в сознании, но говорить с ней нельзя. В палате находится конвой, журналистов к задержанной не пускают. Мы можем поговорить с Эльмирой или нет? Нет, не можем поговорить. Муж Эльмиры также выпрыгнул из окна. Правда, окно Владислав выбрал с другой стороны здания. Ему повезло меньше. У мужчины серьезная черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы Мечникова, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние его достаточно тяжелое. У него тяжелая сочетанная травма головы, грудной клетки, брюшной полости, скелетная травма. Поэтому прогнозы давать в такой ситуации достаточно сложно. Потому что сейчас только первые сутки после травмы, состояние крайне тяжелое. Адвокат подозреваемых утверждает, что до попытки суицида их довели правоохранители и никакого преступления его подзащитные не совершали. Владислав и Эльмира просто работали в одном из кредитных союзов Мариуполя и выполняли указания руководства. Я так думаю, что будучи доведенным до такого состояния, до самоубийства, именно сотрудниками правоохранительных органов, мои подзащитные к совершению мошеннических действий, по той статье, по которой я сказал, они не причастны ни в коем случае. И поэтому они находились в таком тяжелом эмоциональном состоянии. В управлении СБУ Днепра инцидент пока не комментируют. А вот в нацполиции открыли уголовное производство побег из-под стражи. Елена Мадалюк, Евгений Каднецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Николаеве задержана банда грабителей. Трое мужчин и женщин не являются гражданами Украины. Больше месяца они совершали кражу из квартир и домов жителей города. Как сообщили в полиции, к преступлениям банда тщательно готовилась. По нескольку дней наблюдали за объектами и ставили метки на замках и дверях. Во время обыска в съемной квартире злоумышленников, правоохранители нашли инструменты для взлома, перчатки, а также награбленное имущество, деньги, украшения, часы и коллекционные монеты. Сейчас задержанные в СИЗО им грозит 6 лет тюрьмы, а следствие проверяет, не причастны ли они к подобным преступлениям в других областях. Центр обслуживания клиентов Киевэнерго подвергся нападению. Как утверждают в компании, это уже третий случай за последние месяцы. Сегодня неизвестный сбитый в руках ворвался в помещение, разбил технику, мебель и окно. В Киевэнерго утверждают, что предыдущие погромы совершил этот же мужчина. Буквально несколько дней назад он вломился в другой офис компании, разгромил технику и напугал сотрудников. Одну из работниц госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. Киевэнерго сообщали о нападениях в полицию, передавали данные о хулигане и призывали его задержать. Но правоохранительные органы никаких шагов так и не предприняли. Пока только открыли уголовное производство. Подводные спиртопроводы обнаружили украинские пограничники в Одесской области на границе с непризнанным Приднестровьем. Шланг диаметром 3 сантиметра проложили по дну Кучерганского водохранилища. С помощью такой нехитрой системы злоумышленники очевидно собирались перекачивать спирт с территории Приднестровья в Украину. Но воспользоваться спиртопроводом так и не успели. Шланг абсолютно новый и не имеет характерного запаха. На линии госграницы пограничники демонтировали трубу, ее длина составила полкилометра. Боевики начали нарушать школьное перемирие, как только оно вступило в силу. По сообщению Минобороны, в результате вражеских обстрелов трое украинских военных ранены, один боец погиб. В районе Бахмутовской трассы наши позиции боевики обстреливали из минометов возле Авдеевки и шахты Бутовка. Противник устраивал вооруженные провокации с применением стрелкового оружия. Подробнее Ирина Баглай. Не поднимать голову из окопа и внимательно смотреть под ноги. Вот свежие следы обстрелов боевиков. Снаряд СПГ, он не разорванный. То есть аккуратно тут обходит. И он постоянно обстреливает нас. Прямый выстрел со стороны противника. И хотя с полуночи объявлено очередное так называемое школьное перемирие, российские наемники по-прежнему ведут огонь. Однако не прицельный, хаотично простреливая украинские позиции. Когда мы пытаемся гасить пожежу, противник начинает открывать огонь с крупнокалиберных кулеметов и стрелецкой оружи. Не молчат и вражеские минометы. Они постоянно в Руси постреляли, выпустили пару мин, поменяли позицию, ведут огонь совсем с другой стороны. За домом. То есть они прикрываются населенным пунктом, значит, что стрелять туда мы не будем. У Андрея Владимировича особое отношение к документации порядку. Педантичность профессиональная. Работал юристом в Национальном университете Шевченко. Занимался земельными вопросами. Теперь почти то же самое. Главная задача вернуть Украине украденные. Еще много земель, которых нужно освоить. И в Крыму, до речи, в Крыму забрали много наших. Шесть земельных актов. У нас в университете принадлежало обсерватории, принадлежал рекомендуемый комплекс. Дуже много земель мы потеряли в Крыму. Вы этот прямой участок проходите быстрее, чтобы вас не подстрелили. Несмотря на договоренности, на передовой боевая готовность. Да и вражеские пули летать не перестали. Сегодня двое военнослужащих в Авдейской промзоне получили ранения. Дальность 82 меме. Разношенные. Кеме. И 120 меме. Запрет 3 кеме. Карьеры. Или старые штольники. Направлено сюда. Прилет. Это с чего? Спираем. Ирина Паглая, Андрей Косюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Оружие для Украины. Визит в Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса дал новый повод для обсуждений. Какие именно виды летального вооружения Вашингтон готов передать Киеву и когда. План, согласованный Минобороны и Госдепартаментом, пока остается секретным. Но Дмитрий Анопченко узнал некоторые детали. Оружейный план для Украины. Перечень военного оборудования и оружия, которое здесь, в Пентагоне, хотят передать нашей стране, в принципе засекречен. С одной стороны вопрос чувствительный, с другой хотят избежать возможных спекуляций, если Дональд Трамп в последнюю минуту вычеркнет несколько пунктов. Но неофициально и военные, и дипломаты делятся с прессой подробностями этого документа. В первую очередь речь идет о поставках высокоточных и мобильных, а значит простых в использовании, ракетных комплексов «Джевелин», предоставить которые Киев настойчиво просит вот уже три года, начиная с 2014-го. Говорят, этот пункт теперь отстаивает лично глава Пентагона, считая его ключевым. В предложениях Минобороны Америки записана сумма в 50 миллионов долларов. Экспортная цена одной установки порядка 250 тысяч, таким образом в Украину могли бы поставить больше сотни «Джевелинов», укомплектовав их на оставшиеся деньги ракетами, подвиг каждому комплексу. Предполагается размещение этого грозного оружия в частях, расположенных не на самой линии фронта, и чтобы потери оружия избежать, и чтобы снизить риск эскалации. Американские военные рассматривают «Джевелины» исключительно как средство сдерживания, возможность обезопасить Украину от нового нападения. Если участок фронта прикрыт хотя бы сотней таких установок, ни одна танковая дивизия не рискнет пересечь границу. Еще одним пунктом в плане Пентагона и Госдепартамента записано предоставление Украине средств ПВО и контрбатарейных радарных систем дальнего обнаружения. Этот вопрос постоянно поднимается на переговорах украинских военных с представителями США. На линии фронта очень важно определять точное местонахождение, откуда ведется огонь по нашим позициям. На радарах, которые Киев в качестве военной помощи получал при Обаме, была намеренно заблокирована возможность корректировки огня. И сейчас идет речь о том, чтобы в новых поставках не было ограничений. А в тех, что уже передали Украине, эту функцию разблокировали. Еще один пункт в списке оборудования, которое США хотят передать Украине – современные беспилотники. «Рейвены», которые Соединенные Штаты поставляли, до сих пор не выдерживали радиоэлектронных атак. Использование дронов способно спасти очень много человеческих жизней на Донбассе. Впрочем, все эти детально прописанные планы станут реальностью только при одном условии – личном согласии Дональда Трампа. А он пока держит паузу. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». НАТО будет пристально следить за военными учениями России и Беларуси Запад-2017, запланированными на сентябрь. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Польшу. По словам Столтенберга, Беларусь уже пригласила двух наблюдателей от НАТО, хотя, по его мнению, этого явно недостаточно, чтобы мониторить ход маневров. Альянс также призвал Россию обеспечить выполнение своих обязательств относительно прозрачности учений. Мы будем очень внимательно следить за ходом этих учений. Все страны имеют право проводить подготовку своих вооруженных сил, но государства также должны уважать обязательства относительно прозрачности. Это особенно важно, когда мы увеличиваем военную активность на наших границах. Визит Столтенберга в Варшаву был несколько омрачен. Кортеж генсека попал в ДТП. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном. В результате авто вынесло на тортуар, ранен пешеход. Травму получили и двое полицейских. Всех пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. Машина, в которой ехал сам Янс Столтенберг, не повреждена. После случившегося колонна автомобилей с генсеком НАТО продолжила движение. Стала известна дата следующего саммита Восточного партнерства. Форум состоится через три месяца. 24 ноября в Брюсселе. Ожидается, что на нем будет обнародован так называемый план Маршала. Это проект экономической, политической и финансовой помощи Украине в контексте евроинтеграции. Сейчас рассматривается сумма в 5 миллиардов евро в год для продолжения реформ. Саммита Восточного партнерства проходит один раз в два года. Прошлый состоялся в мае 2015 в Риге. В адрес семьи руководителя немецкого МИДа поступают угрозы. Об этом журналистам рассказал сам Зигмар Габриэль. Он увязал это с жестким политическим курсом Германии в отношении Турции. Страны снова в непримиримых отношениях и громко выясняют, кто же прав. Что не поделили в этот раз, знает Татьяна Лагунова. Не ходить на выборы, ну или в крайнем случае не голосовать за христианских демократов Ангелы Меркеля, Сдеков и партию Зеленых. С таким электоральным призывом к немецким избирателям турецкого происхождения обратился президент Реджеп Эрдоган. Дескать, эти политические силы враги Турции и пришло время их наказать. Конфликт между Германией и Турцией, который закончился этим резким призывом, разгорелся еще несколько дней назад, когда в Испании по требованию Анкары был задержан немецкий писатель Даган Акханлы. Главный дипломат Германии Зигмар Габри лично позвонил своему испанскому коллеге. Объяснил, Берлин считает преследование политически мотивированным и попросил писателя не экстрадировать. Испанцы пошли навстречу, турки возмутились. В Германии около миллиона турецких избирателей, которые проголосуют и изменят этот курс. И я призываю их преподать урок тем партиям, которые не уважают Турцию. В Германии тоже призывают президента Турции не вмешиваться в немецкую политику. Это переходит всякие границы, заявили все без исключения немецкие политики. А канцлер Ангела Меркель в придачу обвинила Анкару в использовании международных организаций в политических целях. Я очень рада, что Испания освободила писателя и нахожусь в постоянном контакте с испанскими властями. Это неправильно. Нельзя допустить, чтобы членством в международных организациях, таких как Интерпол, злоупотребляли. Но о МИД Германии призвал немцев дважды подумать, прежде чем ехать по делам или на отдых в Турцию. Что же касается задержанного писателя, то пока он на свободе в Испании, где-то через месяц в Мадриде состоится заседание суда, на котором будет окончательно решено, экстрадировать его в Турцию или нет. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Громкий коррупционный скандал в Южной Корее. Миллиардер и глава компании Samsung получил пять лет тюрьмы. Суд Саула признал наследником многомиллионной империи виновным во взяточничестве и растратах. Власти утверждают, что бизнесмен пополнял фонды бывшего президента страны Пак Кенхэ, которая не так давно лишилась должности и свободы. Предполагают, что Samsung в обмен на поддержку концерна выплачивал крупные суммы экс-президенту и ее подруге. По данным следователя, речь идет о сумме в 120 миллионов долларов. Экс-премьер Таиланда сбежала из страны перед вынесением приговора. Инглак Чинават не явилась на судебное заседание, где ей должны были вынести приговор по делу о дотационной программе так называемого рисового залога. Политика ввиняется в халатности и попустительстве коррупции. Кроме того, экс-премьер предупредила суд, что не придет на оглашение приговора всего за несколько минут до начала заседания. По предварительным данным, она покинула страну. В ответ Верховный суд Таиланда выдал ордер на ее арест. Оглашение приговора перенесли на месяц. В Украине факты растраты бюджетных средств на проекте «Стена» все еще расследуют. Хотя речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов гривен. По делу задержаны 7 подозреваемых и они под стражей. Только по этому эпизоду в САП доказали присвоение 17 миллионов. Но уверяют, цифра не окончательная и новые задержания неизбежны. А вот эксперты подчеркивают, на скамье подсудимых пока мелкие чиновники. Но вовсе не организаторы скандальной застройки. Напомню, Евровал – проект экс-премьера Арсения Яценюка. Стоимость незателю оборонительного сооружения оценили в 4 миллиарда гривен. За два с половиной года в стену замуровали уже более миллиарда. Под давлением фракции «Народный фронт» в этом году на строительство направили дополнительные средства. Как показало расследование, акты выполненных работ заявленным нормам не соответствуют. Цены на арбузы просто рекордные. В столице килограмм продают по 7-10 гривен. Почему так дорого, выясняла Ирина Романова. Оптовый рынок на столичной Троещине. Сюда за продуктами едут те, кто хочет сэкономить. Пять гривен, еще не никак. Видите, без мят и без ничего. Просто она некрасивая, типа. Маленькие по пять, большие. Покупатели на рынке единицы. А те, кто все же раскошеливается, возмущены. Ну, разве цены при наших пенсиях? Можно такие арбузы? Когда такие были арбузы? Помидоры по 6 рублей в такое время. Ну, если бы сын не сын, то я бы не позволила себе. Продавцы как один кивают на погоду. Мол, в этом году из-за жары арбузы сгорели. Поэтому урожай меньше, отпускные цены уже далеко не копеечные. Ну, поле там сгорели. Там арбуза за это нет. Там 3-4 поля остались. Сейчас арбуз подорожали. Там 4. 4,50. 5 даже. Вначале холодное, потом жаркое лето не способствовало хорошему урожаю. Подтверждают и хрисонские фермеры. Они сегодня выращивают больше половины всех украинских арбузов. Поэтому бахчевых и вправду разве 10 меньше, чем в прошлом году. А те, что созрели, небольшие. В том году по размеру, он был, наверное, вот такой есть. Это в том году. А сейчас он на себе. Положен урожай, значит, что был там 15-20 тонн за гектар. А в некоторых дало там по 2 тонн за гектар. И потому что цена. 3 гривня из поля. А так на базаре там оптом, я не знаю. Чуть лучше ситуация на полях, где есть искусственный полив. Но и цена отпускная повыше. А в Киев такие арбузы приезжают уже по 10 гривен. Дорого, дорого. Так страшно рассказывали, что баржа привезла столько тонн каунив. Будут дешевшие, а они дешевшие. В Кабмине говорили правду. Доставка речным транспортом действительно дешевле, чем автомобильным, говорит экономист Алексей Дорошенко. Вот только товар с баржи – капля в арбузном море. Одна баржа – это на самом деле там может быть 10, может быть 20 автомобилей. А таких автомобилей по всей стране расходятся сотни. Поэтому мы говорим о том, что это буквально несколько процентов от всего объема потребления арбузов. Это никаким образом не скажется на цене. К тому же все арбузы с баржи заранее выкупили в столичные супермаркеты, утверждает эксперт. Поэтому на рыночных прилавках все, что привезли машинами. И стало быть, они гораздо дороже. Не сыграет большой роли и вторая баржа, которая уже на подходе к Киеву. Цены могут упасть, только если люди перестанут покупать арбузы по 8-10 гривен. Хотя сезон и так уже подходит к концу. Ирина Романова, Кирилл Ющишин, Геннадий Никенко, Игорь Попов. Подробности – телеканал Интер. В сумах от столбника умерла пятилетняя девочка. Она поронила ногу, когда играла во дворе. Родители вызывать врача не торопились, обрабатывали рану дома самостоятельно. В больницу поехали только когда девочка была уже в тяжелом состоянии. Ее сразу направили в реанимацию, но спасти малышку не удалось. В семье было семеро детей. По словам врачей, если бы ребенку сделали все прививки, его удалось бы спасти. Однако родители детей не прививали. Как они объяснили медикам, вакцинацию не допускает их вера. Журналистами встречаться родители отказались. Яичный скандал в ЕС набирает обороты. На птицефермах в Нидерландах обнаружили еще одно запрещенное вещество – амитраз. Что это и на кого возлагают вину в этот раз, выясняла Елена Абрамович. Не фипронилом единым. Голландские власти тщательно проверяют птицефабрики, которые сотрудничали с компанией «Чикфренд». Той самой, из-за которой почти в 20 странах в яйцах был обнаружен фипронил. Теперь на фермах нашли следы еще одного запрещенного средства – амитраза. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Нидерландов. Амитраз – умеренно токсичное вещество, которое может привести к поражению центральной нервной системы. Правда, пока его следы нашли не в яйцах, а в моющих средствах, которыми пользуются фермеры. Поставляет их вся та же компания «Чикфренд». И фипронил, и амитраз можно использовать для уборки помещений, в которых содержат животных. Но не птицу. Подозревают, что компания «Чикфренд» умышленно добавляла токсичные химикаты в моющие средства. Двух менеджеров предприятия арестовали. Следствие продолжается. Тем временем, ассоциация голландских фермеров подсчитала. Из-за фипронилового скандала европейские производители потерпели убытки в размере 150 миллионов евро. Пока компенсации птицефабрикам предложило только бельгийское правительство. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Мьянме. Исламисты атаковали 24 поста полиции и военную базу. Погибли 12 правоохранителей и почти 60 нападавших. Ранено около сотни человек. Медики оказывают им помощь. Это было хорошо организованное наступление боевиков из числа мусульман-изгнанников. Власти Мьянмы, где 90% населения буддисты считают их нелегальными мигрантами. Конфликт длится уже более 100 лет. Полиция будет стрелять без предупреждения в каждого, кто станет кричать «Аллах Акбар» на площади Святого Марка в Венеции. Об этом заявил мэр города. Он напомнил, что венецианская полиция уже предотвратила крупный теракт, а также предупредил, что правоохранители быстро разберутся с террористами в случае новых попыток. Политик считает, что Италия должна лучше охранять свои границы, а правительству следует уделять больше внимания интеграции тех, кто уже находится в Италии. Мы в Италии должны победить терроризм и поэтому усиливаем меры безопасности. Сейчас Венеция является единственным городом в Европе, где были арестованы 4 террориста. Они планировали взорвать мост Риальта, заявляя, что хотели встретиться с Аллахом. Мы отправим их прямо к Аллаху без подрыва моста. Если кто-то воскликнет «Аллах Акбар» на площади Святого Марка, мы отправим его к Богу. Венгрии отзывают своего посла из Нидерландов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярта. Этот шаг стал ответом на критику политики венгерского правительства со стороны голландцев. Ранее посол Нидерландов в беседе с журналистами раскритиковал коррумпированность и ксенофобские высказывания венгерских властей. Эти переотношения двух стран на уровне послов временно прекращены. Как с кувалдой ограбили магазин в Великобритании, какой рекордный джекпот сорвали в США и сколько на косметику тратит французский президент? Об этом и не только в нашем обзоре. В Лондоне из ювелирного магазина украли украшения почти на 2,5 миллиона долларов. В грабеже участвовали 8 человек. Кувалдой проломили дыру в стене и пробрались внутрь. Грабители хозяйничали в магазине около трех часов, потом спокойно покинули здание также через дыру в стене. Среди похищенного золотые и бриллиантовое колье, браслеты, подвески и серьги. Арестовать преступников пока не удалось. Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил на косметику 26 тысяч евро. Об этом сообщает французская газета Лепуа. В Елисейском дворце оправдывается, мол, им пришлось срочно искать визажиста. И обещают, в дальнейшем существенно сократят расходы на президентский грим. В то же время Макрон не единственный среди французских лидеров, кто много тратит на мейкап. Услуги визажиста для Николаса Аркази обходились налогоплательщикам 8 тысяч евро в месяц. А Франсуа Аллан платил личному парикмахеру почти 100 тысяч евро в год. Великобритания начинает испытания беспилотных грузовиков. Двигаться они будут колонны. Только в первом автомобиле водитель. Остальные машины с помощью радаров, GPS и беспроводного интернета станут держать связь с основным грузовиком. На проект планируют потратить 8 миллионов фунтов стерлингов. Новые грузовики-беспилотники на дорогах Великобритании, как ожидается, появятся в течение трех лет. Курьезный случай в прямом эфире. В Великобритании маленькая девочка зарезла на стол ведущего и чуть не сорвала шоу. Детей в студию привела гостя телепроекта. Ведущий воспринял выходку ребёнка с юмором. Улыбался, шутил и довёл эфир до конца. Зрителям экспромт понравился. На сайте канала пользователи оставляли только позитивные отзывы. В США сорвали рекордный джекпот – 758 миллионов долларов. Счастливейцей стала 53-летняя медсестра Мэвис Бонзик из штата Массачусетс. Всего в розыгрыше популярной лотереи Powerball участвовали около 9 миллионов американцев. Это уже второй рекордный джекпот за последние полтора года. В январе 2016-го выигрыш превысил полтора миллиарда долларов. Живая кукла на улицах Токио. 23-летняя модель решила сменить образ. Отныне она гуляет, ходит на работу и даже отдыхает дома, как популярная японская кукла Лулу. В гриме девушка едва похожа на живого человека. И внимание окружающих вдохновляет её на новые штрихи к имиджу. Хитоми Камаки даже придумала, как раскрашивать суставы, чтобы ещё больше походить на куклу. Жители маленького Загорпатского села Чумалёва теперь смогут поклониться мощам святого Николая Чудотворца. Реликвию привезли в местный Свято-Вознесенский монастырь. Кто преподнёс такой дар и по какому случаю, расскажут наши корреспонденты. В Свято-Вознесенском женском монастыре собрались тысячи верующих. Игумене Феодосия рассказывает, сегодня у них большой праздник. Юбилей празднует митрополит Антоний. Митрополит Антоний родился и вырос в закарпатском селе Чумалёва. В начале 90-х был посрежен в монашество. Уже через пять лет получил сан игумена, а ещё через пять стал архимадритом. В 2007-м Антонию доверили руководить Киевской Духовной Академией. А в 2013-м году по решению Священного Синода УПЦ он стал управлять Бориспольской епархией, как митрополит Бориспольский и Броварской. Кроме этого, Антоний на протяжении нескольких лет является неизменным управляющим делами УПЦ. Школьная учительница митрополита вспоминает, когда Антоний был ещё ребёнком, отличался исключительным смирением и добротой. Антоний нас очень. И мы очень счастливы, что из нашей школы вышла такая людина. Людина, которая училась, добрая. Ангельский вид мало в школе. Поздравить митрополита с юбилеем сегодня приехали многие его друзья. Это человек, истинно божий человек, который ходит всегда перед Богом, а не перед людьми. Он всю свою душу, всю свою жизнь полагает перед Богом. И не ищет лицеприятия, не ищет какой-то похвалы человеческой. Он ищет в первую очередь и работает, и всё делает для славы Божией. А, конечно, слава человеческая его догоняет за его благие дела, за его доброе сердце. В честь праздника божественную литургию в Свято-Вознесенском монастыре провёл сам блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Все молятся за здравие юбиляра. Вы являетесь одним из таких людей, которые идут и идут прямой дорогой до Бога, и являетесь вы дорогой владыка. Все, что в жизни встретится, гиркое, чтобы не ввело в ныне, и чтобы Господь дал много-богато лет земного життя. Мабуть, за столетнюю историю этого монастыря такого свято не было. Не было столь таких иерархий, которые и божественную литургию начали сам представитель Украинской Православной Церкви. Митрополит Антоний признаётся, свой полувековой юбилей мечтал отпраздновать там, где родился и где прошло его духовное становление. В знак благодарности митрополит передал монастырю уникальный подарок. Прикоснуться к святым мощам в монастырском храме теперь смогут все желающие. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Закарпатская область. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте, в подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова